Заложенность носа, боль в горле и ослабление слуха – повод прийти к врачу-атериноларингологу, или, как привыкли говорить в народе, к лору. Зимой и в межсезонье количество пациентов у этих врачей растет. Чаще всего приходят с осложнениями простудных и инфекционных заболеваний. Мы проводим сначала опрос пациента, осмотр, собираем анамнез и проводим необходимое обследование. Стандарт входит в видеоэнтископический осмотр уха, горла, носа. Также в методы исследования включает в себя компьютерная томограмма, если есть в этом необходимость, и проведение ларингоскопии, то есть осмотр гортания эндоскопом. В первую очередь пагубному влиянию вирусов подвержены верхние дыхательные пути. Острый риносинусит – это воспаление слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух носа, которые проявляются в виде заложенности носа, слизистыми выделениями из носа и нарушениями обоняния. Гайморит – это воспаление конкретной уже пазухи, то есть это воспаление верхней челюстной пазухи. Синусит – это такое общее понятие воспаления синуса, пазух носа. Помимо лекарственных препаратов, назначенных врачом, уменьшить отек и воспаление, очистить слизистую от вирусов и бактерий помогает промывание носа специальным раствором. Конечно, в домашних условиях есть приборы, которые могут позволить промыть это, но эффективно, конечно, под контролем врача это промывание в условиях кабинета. У нас есть промывание около носовых пазух. При таких диагнозах, как острый риносинусит, мы это используем, эффективность этого лечения, она гораздо лучше. И бывает, что домашние промывания, они приводят к тому, что возникают осложнения со стороны уха. Среди болезней горла в зависимости от очага поражения различают танзелит, фаренгит, ларингит, танзелит – воспаление миндалин, в острой фазе известная как ангина. Ее могут вызывать как вирусы, так и бактерии, и лечение антибиотиками назначается только во втором случае – при стрептококовой ангине. Мы делаем стрептотест, который в течение 15 минут нам дает результат. При положительном стрептотесте мы назначаем курс антибактериальной терапии на 10 дней. В остальных случаях острый танзелит вызывает вирусную инфекцию и проводится терапия местными противовоспалительными препаратами и обезболивающими. Достаточно орошения глотки антисептиками и рассасывания местных противовоспалительных препаратов. Хронический танзелит ставят пациентам, которые жалуются на частое воспаление в горле, на наличие казиозных пробок в небных миндалинах. Есть известный древний постулат о том, что любое заболевание, его лучше предупредить, чем лечить. Поэтому в лечении хронического танзелита – самая главная профилактика. У нас есть оборудование, это Танзелор-М, которое является аппаратным промыванием миндалин с использованием ультразвука. Этот ультразвук улучшает микроциркуляцию в тканях небной миндальной, улучшает обменные процессы, тем самым способствует повышению местного иммунитета. Известно, что эта методика в два раза улучшает действие от промывания, чем традиционные методы лечения. Промывание миндалин необходимо делать курсами по пять процедур два-три раза в год, но только не в момент болезни. Если воспалилась задняя стенка горла, то это фарингит. Для него характерны ощущения сухости, першения, боли при глотании, сухой кашель. Если воспалительный процесс добрался до гортани и голосовых связок, это уже ларингит. Характерный признак – охриплость, либо вовсе отсутствие голоса. Правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение может только врач. Поэтому специалисты советуют не заниматься самолечением и обращаться к медикам. Однако не стоит забывать о профилактике. В первую очередь это санация хронических очагов инфекции. Это поддержание здорового образа жизни. Это сбалансированное рациональное питание. Это физическая активность. Отказ от вредных привычек. Процесс выздоровления индивидуален и во многом зависит от состояния иммунитета, укреплять которое необходимо в любое время года. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.